Сегодня два по-настоящему легендарных игроков PUBG Mobile, которые стояли у истоков этой игры, слеснутся в поединке, кто круче. Мы посмотрим за двумя супер олдами и сравним, кто из них сейчас играет на каком уровне. Притом посмотрим за людьми, которые до сих пор стараются, а не как Севинья Левой и Токас. Сейчас Севинья Левой, ну вы поняли, просто забили и нажимают кнопки АБК. Первый у нас это Кофин, человек, который я думаю не нуждается ни в каком представлении, но тем не менее, если вы вдруг не знаете, то это отец скилла, его многие раньше называли именно так. И действительно человек, который играет крайне правильно с тактической точки зрения, то есть он делает все более-менее хорошо в плане стрельбы, гранаток и прочего, но ошибок он совершает крайне мало или иногда вообще их не совершает в принципе за всю игру, за весь матч. Катает обычно на высоких рангах и часто делает немалое количество фрагов, играет очень агрессивно, но до рекордов не доходит, потому что его агрессия чересчур суровая, ну и плюс видео он выкладывает крайне редко. У него обычно там одно в месяц это уже подарок, бывает иногда парочку, ну по-разному. Короче он пропадает с радаров. Но как вы уже видите, стрельба на высочайшем уровне. Конечно же друзья, я напоминаю, что спонсором сегодняшнего ролика является компания 1Х. Самая надежная, с самыми лучшими коэффициентами, поэтому если вам нравится наблюдать за спортивными или киберспортивными матчами, вы хотите подогреть интерес и улучшить эмоции от просмотра, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы легко найдете ссылочку и там по промокоду ИРАКЕТС вы получите до 520 долларов бонуса. Я вам желаю только удачи и только побед. Просел где-то наполовину. Ну и здесь сейчас пытается задушить соперника гранатками, при том у него получается это сделать. Да, просто закидал чел, не знал куда ему двигать, что придумать. И как мы видим, это более чем сработало. Рядом много соперников, кстати я не знал, что здесь есть магазин, впервые в жизни вижу. И что-то какой-то резкий скачок с 8 до 12. Интересно, ну да ладно. Парни скользят, за это можно наказывать очень жестко. И мы видим, что кофин в принципе это и делает. И второго примерно туда же, да, пацаны не обучаемые. Если они еще из одного сквада, то там как бы прикол. Не хотел, кстати, добивать этого чела. Дает шанс оппонентам, ну как-то, разрезать свой сквад, да, по-джентльменски. Решил сыграть, но соперник сам его облочил, сам мешал, ну и за это поплатился. Может быть он и хотел, чтобы его добили, чтобы быстрее отлететь на реанимацию. И прилететь снова помочь своим еще не нокнувшимся тиммейтам. Хотя вроде такой остался только один. Ну сейчас поглядим. Нормально забрал этого. Я так понимаю, изначально это был финальный, но... Пацаны еще прилетели после резалки. Кто-то там стреляет с мини-14, это крайне странно, но очевидно, что он просто больше ничего не нашел. Поэтому и настреливает. Как бы мало кто будет стрелять с мини-14 от хорошей жизни, да. Только какие-нибудь супер-мега-ультимейт-тапперы. Ну а вот сегодняшние счастливчики. Каждый из них уже получил по 385 UC от OnTop UC Shop. Там, кстати, друзья, самые выгодные цены, отличные предложения. Все удобно, быстро, надежно, безопасно. Поэтому обязательно переходите по ссылочке в описании или QR-коду, который у меня над головой. Подписывайтесь на магазин OnTop, ведь если вы подписаны, у вас больше шанс выиграть в розыгрыше и залутать бесплатные UC-шки. Ну и просто, если вам нужно купить UC, то делаем это только в OnTop UC Shop. Здравствуйте. Все, парень растерялся. Да, я уже второй раз вижу этот никнейм. И посмотрите, 18 убийств на топ-52. И еще даже рядом есть трое. То есть это прям может быть ровно. Ровно очко. Надеюсь, так и будет. А, увидел. Я увидел за правым забором. Да-да-да. Кофен, похоже, тоже заметил, поскольку сразу же спрыгнул с перилки. Может, надо бы проверить снеговика? Я так не доверяю этим снеговикам, друзья мои. Мне все время кажется, он какой-то такой злой. Как-то так смотрит. Опасно. Это был хороший рикошет. Вот не понял до конца. Мне кажется, если бы он подошел поближе, можно было бы сделать прикольнее как-нибудь. Так. Хорош. Он кинул вторую гранату, пока соперник был оглушен от первой. И чел не понял. Хотя, по идее, у него должна была быть отображаться. Вот на экране метка гранаты. Но соперник решил от нее не отходить. Че за префайр вообще? Воу-воу-воу-воу, броу. Это очко! Ля-ля, не показал, не показал, спрятал. Я чуть не пропустил. Практически, практически прошляпил. Конечно же, друзья, кстати, напоминаю, если кто не знает, что можно получать бесплатные усишки, просто смотря мои видосы. Для этого нужно подписаться на канал, подписаться на телеграм. Ссылочку вы найдете в описании. И написать любой комментарий под этим роликом, в котором будет больше, чем 4 слова и ваш ID в PUBG Mobile. По этим комментариям я выберу троих счастливчиков. И они получат по 385 уси уже завтра. И я их покажу в ролике. Поэтому дерзайте. Всем удачи. Как же он жестко настреливает. И просто посмотри, что за монстр. Просто вот занимает хорошую позицию, где пацаны без укрытия. И не прощает вообще. Ну здесь на такой дистанции, и когда так пацаны прыгают, это, конечно, непросто. Нужен такой небольшой элемент удачи, чтобы слегка залетела. Но, тем не менее, все равно нормально. 25 на топ 23. Слушайте, ну это матч на 30 плюс точно. Но, может быть, даже что-то мы увидим под сорокет. Ай-яй-яй, чел взорвался, но Кофину не дали фраг. А, ну типа... Ну я не знаю, если он сейчас умрет, будет ли это именно плюс для Кофина, или игра посчитала, что он сам себя взорвал. Не до конца я понял это. Будет ли пересаживание? Не решил просто выйти из тачки. Окей. Хорош! Кстати, Ибрагим61 уже тоже забирал этого парня Кофин. По второму разу, так сказать, пошли соперники. Ну и здесь идет, походу, разрезка. Да-да-да, вот он он. Выходит неожиданно, нокает первого, второго. Нет, подождите, не до нокнул. Вот этот парень дерзко выглядывает. Ему тоже на пол хп пронес. Но нет гранатки. Куда ты поворачиваешься? Куда ты спиной? Нет! Молотов нужен был, потому что хаешка это крайне долго. Но вот решает просто взять нужный для него угол. Обманывает соперника. Добирает еще одного. И последний игрок. Лоу хпшный. Без укрытия. Двигается вот так вот. Решает просто лечь, но этого недостаточно. Кофин его все равно видел. Хорош! 29 плюс кто-то еще стреляет со снайпы. Угомонись! Угомонись! Кто ты? Пока не понял. Татриха у него есть. А, это вот этот вот мастер накидывал? Прям с открытого поля? Ты даже не удосужился к дереву подойти? Не, ну ты хорош. Это прям... Премию этому господину, я считаю, нужно дать. За такой легкий фраг. Ну, спасибо, что... Че бы нет. Опа! Еще один легчайший. Не использовал мою стратегию по... Обману тачки. Этот тоже не использовал. Ну, пацаны, ну вы что? И, кстати, скип супер очка обидно. Я, кстати, помню, на стрим какой-то братанчик приходил и говорит, сколько смотрю видосы, так и не понял систему с обманом тачки. Давайте я покажу, может реально я как-то плохо объясняю и не все понимают. Да, я прям даже промотаю. Вот смотрите, чуваки, объясню сейчас прям максимально на пальцах. Вот, допустим, вы вот этот чел. Вы видите, что вас пытается сбить автомобиль. И он правильно бежит. Он бежит просто, ну как дурачок, в одну сторону. Желательно перпендикулярно автомобилю. Ну, примерно он перпендикулярно и бежит. Вот, смотрите, вот он бежит. И здесь сейчас кофин специально берет левее. То есть он не едет его давить вот сюда. Он едет его давить, ну, чуть-чуть вот в эту сторону. Потому что, ну, очевидно, через секунду он будет здесь. И вот уже примерно в эту секунду, может быть, чуть-чуть позже, наш месье должен был развернуться на 180 резко и побежать в другую. И тогда он окажется не здесь, а сзади. А кофин окажется здесь. Ну, вот смотрите, вот как раз. Давай я даже попытаюсь попаузить. Вот смотри. Вот он типа бежит. И вот здесь сейчас он будет вот слева. А должен был развернуться и побежать вправо. А кофин бы обманулся. Вот он, он берет левее, левее. И чел бы уже, ну, вот чуть-чуть раньше бы он развернулся. И все. А он дальше бежит. И его задавило. Вот, видишь, в чем смысл. А нужно было просто обмануть. Прикинуться, что ты дурачок. Бежать вперед. А в последнюю секунду развернуться. Это работает. 99% случаев. Реально. И второй тоже самое мог бы сделать. Ну, второй вообще стоял. Так что тут, в принципе, легко. Вот так вот. Ну, сейчас, надеюсь, уже супер понятно объяснил. Мне кажется, ну, тут уже невозможно не понять. Просто пробуйте. И все будет. Так. Хорош. Второго туда же. Отличный шум. Что? Не, ну, ты успокой. Успокойте этого монстра. Глянь. Что за спрей? Также, кстати, конечно, хочу большое спасибо сказать тем, кто подписался с предыдущего ролика. Друзья. 32 человека. Добро пожаловать. Я очень-очень рад вас приветствовать. Спасибо огромнейшее, что вы здесь. Ну, а тем, кто и так давно смотрит и давно подписан, регулярно чекает видосы, вам вообще отдельнейший респект. Вы просто лучшие. Вы просто элита. Тупо красавчики. Так, ну что, до 40-ка-то дойдет? Ну, кстати, может. Даже 41 может здесь быть. Если нигде не оподливится и заберет абсолютно всех. Пацанов, кстати, настреливает на дальней дистанции очень хорошо. То есть, выносит... Ну, да, скейты выносить не прям сложно, но... Ну, и не просто. Давайте будем честны. Но скейт это, конечно же, не тачка, не транспорт. Так, братишка, присел. Ай-яй-яй. Ой, как повезло. Куда же ты? Зачем ты сел в тачку? Вот здесь, кстати, Кофен не должен был его убивать. Он плохо пострелял. Но просто повезло. Залетела башка, когда пацан сам подставился. Ага, не, говорит, 40 не будет, они все умерли. Жалко, реально, 40 было бы круто. Но 39 все еще возможно, но, как бы, 39, не 40, конечно. Это мы все прекрасно знаем. Оу, хороший фазумчик. Второй туда же. Ну и все, остается один на один. Я думаю, что здесь легчайшая вообще для Кофена. То есть, не похоже, что он будет какие-то испытывать трудности в уничтожении последнего парня. Опа, опа. Хотел узнать, где дружбан, но вот узнал. Я так понимаю, куда ты? Не пекайся, ты что? Сейчас бы катку слить просто так. Да ты что творишь? Да схавай ты аптеку. Угомонись. Что, говорит, как? У него есть прицел? Нет, ну ладно. Он может обмануть. Это может быть блеф от тиммейта, чтобы соперник Кофена имел преимущество, чтобы Кофен расслабился. Якобы у соперника нет прицела. Опа. Я не даже не получил убить. А чего он умер, я не понял, от инфаркта? Я не даже не получил убить, потому что я изменил. Это как? А, типа, он сиденья поменял и фраг не дали. Ни хера себе, я не знал, что это так работает. Ну и второй сегодня кандидат. Это, друзья мои, Мунно. Человек, который в какое-то время ставил даже рекорды. И, в принципе, был, опять же, мега топ, супер ультимой челом. Но сейчас, на мой взгляд, подсдал. Если, например, Кофен держит планку, то Мунно в последние, там, я не знаю, несколько месяцев я его особо не видел. И он много фрагов не делал. Но вот сейчас заявлено тоже 30 плюс фрагов. 36, по-моему. И давайте посмотрим. Вполне вероятно, что-то изменилось. Сейчас любой из игроков может камбэкнуть вообще на изи, потому что, ну, в принципе, для того, чтобы выучить какие-то новые фишки, новые движения, для человека, который умеет играть, это не является чем-то тяжелым и не требует большого количества времени. Они просто требуют элементарно желания. Вот. И если бы оно появилось у Мунно, то он бы так сделал. Может быть, это так и есть. Сейчас посмотрим. Но уже я вижу, что выкинул снежную пушку. Хотя и Кофен я не пользовался, так что, в принципе, наплевать, видимо. Но вот я считаю как раз, что игроки, которые не используют преимущества ивентов, они, ну, явно, ну, теряют ресурсы, так скажем. То есть, недополучают возможностей. Как бы обкрадываешь себя в этом плане. Здесь не совсем понял, что за Молотов. Он слышит соперника или что? Я потому что не очень слышу. Ну, да ладно. Пытался запрыгнуть, очевидно, на бортик. Но не долетел. Что-то пошло не так. Ага, вот он он. Не знаю, у меня почему-то этот костюм всегда вызывает ассоциации с витрелом. Не знаю почему. То есть, как будто бы за витрелом сейчас смотрю. Так, парень справа. Ну, и давай посмотрим, как Мунэй его отыграет. Не очень, если честно, разумно этот пацан мог спокойно убить его. Если бы был чуть более расторопным. Просто вот так вот выбежал. Немножечко подставился. Ну, да ладно, бывает. Здесь пытается начекать оппонента. Думал, его получится вынести с бортика. Кстати, вот старых игроков тоже еще видно по неадаптируемой мете, так скажем. Они до сих пор играют AR плюс AR. То есть, уже сейчас, кто поновее, они отходят от так называемых канонов. Просто потому, что есть оружие поэффективней. Но раньше все так катали. И Мунна так привык. И посмотрим, останется ли он с АКМом плюс Мкой. Ну, это такой стандартный классический сетап, который был эффективен 10 миллионов лет назад при Мезозое каком-нибудь. Да, и сейчас. Поэтому вот поглядим. Но очевидно, что вместо АКМа сейчас взять ППшку совершенно не ошибка. Или какой-нибудь ДБС, или еще что-то такое. Потому что М416, она, кстати, с тех времен даже была вроде апнута. Но так или иначе, она покрывает все потребности на ближний, средний и дальнюю дистанцию какую-то. Ну, на ближнюю только нет. И для этого всегда есть вот какой-то более эффективный вариант, чем АКМ. То есть, если тебе нужно высадить тачку, пострелять по окнам, пострелять по челу, ты просто берешь М-ку. А если у тебя соперник близко, то какой-нибудь Юмпик, Бизон, если ты играешь против сквадов. Не знаю, Вектор, Микроузик, все подходит. Ну, вот Юмпик, наверное, самый распространенный, самый хороший. Ну, и, конечно же, ДБС. ДБС это... Ой-ой-ой-ой, какая не очень стрельба. ДБС это вообще оружие киберспортсменов. На турнирах пацаны берут ДБС и не оставляют ни шанса. То есть, оружие, которое ваншотит, это вообще имба по определению. Понятное дело, что есть условия для этого ваншота, но это не важно. Здесь, кстати, что, очень хорошо залутался. Я не знаю, в курсе ли Муна, что можно вызвать дроп. Обзавестись флэр-дроп лутом? Да, очень похоже, что знает. Не первый день, значит, катает в обнову, но снежную пушку так и не берет. Ну, это как бы зря. Так, что у нас здесь? МГ-3. Ну, шикарно. Минус ЭКМ плюс МГ-3. И все, в принципе, погнали. Идеальный сетап. Идеально залутался, можно сказать. Кстати, огромное количество гранат еще лежит в дропе. Это круто. Что у Муна по инвентарю? Давай посмотрим. Три ХЕ-шки, слева кто-то топнул, ее услышал. Ага. А, нифига себе. Нормально вышел с кулаком. Бывает. Немножечко так тупанул, мискликнул. Гранат лежит много, но Муна не сказать бы, что их много взял. Три ХЕ-шки, один молотов, два смока. На мой взгляд, это мало. Можно получше сделать инвентарь. Можно выбросить, например, ну, сто пятерок. Я бы взял еще побольше чуть семерок, чтобы было их там 140, например, на два рожка для МГ-3. Вот. Выбросил бы сто пятерок и подобрал бы еще смоков. Потому что, ну, два это вообще, это несерьезно. Это какие-то детские приколы. Ну, наверное, здесь Муна это не понадобится. Все-таки он играет не против каких-то мега жестких чуваков. Но вот мы видели, когда ситуация сложная, иногда только смоки ее и спасают. То есть, вот Фейц, играя с пистолетом, пытаясь взять Завика, очень часто испытывает такие темки. То есть, ты остаешься соло, тебя соперники как-то жмут. А, ну, у него медицины просто. Ну, куда тебе столько, чувак? Ну, вот, кстати, важно правильно использовать место в инвентаре. Ну, вот, две большие аптеки, три малых и огромное количество бустов. Ну, ты че, кем заделался? Местным целителем или что? Куда тебе их такое огромное количество? Ну, ты не сожрешь их столько. Две больших аптеки уже было бы просто достаточно. Ну, хрен с тобой, еще малую одну оставь, если тебе прям сильно надо. Ну, уж точно, не еще сверху три малых. Пацаны, не услышали оленя. Ну, теперь вы сами будете забиты, как олени. Как олени, это, кстати, одно слово. Без пробела. Ну, это прям приятно. Ну, они же вроде по кому-то стреляли. Вроде они кого-то там на холме видели. Ага. Моно, походу, не догадался. Ну, хорошо, что хоть ботинок себе обозначил. Так. Ой-ой-ой, больно. Но хорошо, перестрелял. 18 фрагов топ-45. Тоже, кстати, хороший результат. Интересно, что здесь по рангу. Не знаю. Вот он, он сожрал две большие аптеки. И, условно, сейчас мог бы спокойно подлутать и найти себе снова медицину. Те же самые большие аптеки, может, и будут в пяти-то трупах. Но решает не лутаться. Зря. Жилет коцанный. Медицину бы пополнить. Мне кажется, можно было бы хотя бы посмотреть, что там как. По-быстренькому. Но зато, может, сейчас экономит время и кого-то найдет. Лишний какой-то фражек получится урвать. Единственное, что бежит совершенно в непопулярные места, сезонные локации. Где общаги, бро? Где починки? Куда ты побежал? Что ты? Кого ты здесь желаешь? Найти одного какого-то забулдыгу местного. Бедного, который потерялся. Опа, нифига. Не знал, что здесь так можно запрыгнуть. Вот это олень красава. Какие-то парни вообще за зоной умирают. Нет, тут вон стреляются ребятки. Ну и, очевидно, стрельба не здесь. Увидел дроп. Игроков, игроков становится все меньше. Ну, очевидно, что выбрал он далеко не самое разумное место, где кого-то поискать. Просто, просто поле какое-то. Ну, бывает. Снова запрыгивает на крышу. Кстати, олень, посмотри, как хорошо горцует. АВМ будешь брать? Оу. Взял авик МГ-3. Ничего себе. Хорошая башка. Дай кусочек пирожка. И девятнадцатый фраг оформлен. Ну и погнали оленятина. Так он прикольно скачет. Ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй. Поехали, миссис Санта. Олень, вообще, я крайне сильно недооценивал этот транспорт. Из него легко вынести, но ты посмотри, он прыгает наверх, круто. Баги толкает. Ой, не баги, дачу. Дача толкает. Вообще жесть. Смотри, как он на крыше летает, слышишь? Не, ну Мунна удивил. Мунна, как минимум, нам показал интересную фишку, которую я раньше не видел, чтобы кто-то на ютубе исполнял. А значит, уже, как бы, заслуживает респектом бело. Уже он привнес что-то новое. Ага. Ну, понятно, что тут за пацаны. Оба в поле воюют. И этот тоже в поле встал. Ну, хотя бы среагировал на тачку. Ой, как больно. Ой, как жестко. Ля-ля-ля-ля. Хорошо хоть лег. Так. Кстати, здесь стандартная такая тема. Вот, три секунды внимания. Тоже давно не рассказывал эту фишку. Если вы воюете с соперником, то есть так... Ой, кстати, опять без очка. Или я прошляпил, или было. Ладно, ждем супер очка. Короче, есть такая тема, как вот концентрация внимания. Вы вылезли, чувак на вас смотрит, три секунды проходит, и у него внимание рассеивается. Он уже начинает что-то делать другое. Там, у него свои мысли. То есть, вот первые три секунды после какой-то стычки, столкновения и так далее, он прям в фокусе. Потом нет. И поэтому вот сделать так, как Муна, это вообще не ошибка. Ты... Вот он лег. Подождал чуть-чуть. И снова встал. И чел по нему не пострелял, не успел. Хотя, Муна, было достаточно парочки попаданий. Кстати, пацаны мощные, пацаны красавчики. Вот у них по набору гранат все более чем изящно, солидно, круто. Жалко, они их не использовали. Ну, или хотя бы не успели, да, можно сказать. Но, тем не менее. Портфель собрали правильно. За портфель ставим пятерку. Ну, здесь, конечно, побольше ботов, мне кажется, чем у Кофена. Тут прям матчмейкинг такой. На хера ты третью шапку сломал? Может, тебе бы пригодилось потом. У тебя все равно АВМ, какая у тебя разница? Ну, и что же, может ли здесь быть 40? Ну, теоретически, да. Но, мне кажется, Муна вот не знает, где искать соперников. Хотя, если учесть, что они у него находятся просто вот так, то, может, это я чего-то не знаю. Братан, может, да, с пулеметика раз не пошло. Ага, с пулеметика тоже не идет. Да, стрельба, конечно, у тебя бывает и получше. Так. И спереди еще там кто-то накидывает. Агрессор. Да не, их не видно, погнали. Ну, кстати, олень, единственное, что такое как-то... А, нет, слышишь, 66... 70 километров развивает. А кажется, как будто бы так медленно. Наверное, потому что динамика не такая высокая. Ага, снова на крыше. Да, пулемет, кстати, у него прям контролится с трудом. Так, вот сейчас важно. Важно ничего не пропустить. Хорошо. Отлично. Добей, пожалуйста, там кого-нибудь. Ага, нет, вот он добился один. И еще ровно одного нужно. Вот этого. Ай-яй, как жалко. Как жалко, что не залетело в бошку. Попал вроде, но нет. И добивает, добивает нокнутого. Давай, давай, дотикай, дотикай, дотикай. Хорошо, это супер очко. Но хорош. Вот это красава. Фуф. А то я боялся, что не будет. Но здесь окно большое. Прошляпить было бы сложно. Ай-яй-яй. Чувак поменял траекторию движения, кстати. Он сначала бежал под одним углом. Потом как-то чуть-чуть развернулся. За счет этого Муна не попал. Оу-у-у. Что-то он разошелся. Знаете, вот это вот как в тире. Начал стрелять, уже не остановишь. Хорош. И еще два, да? Вот это было опасно сейчас Но тут пацаны такие Ну что же, друзья Вот такие у нас два лда Можете написать в комментариях, кто из них круче, как вы считаете Ну а вам спасибо огромнейшее за просмотр Стримы каждый вечер Я вас жду, ссылочка в описании Резкое прощание